всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life среда физкультурно оздоровительный день студентов как обычно развез у маришки сегодня экзамен вчера учила вечер сидела до этого сидела учила утром повторяла в общем погналась надеюсь что все у нее будет хорошо экзамен опять по этой по географии ходила она кстати на консультацию с географической с этой может потом она расскажет сама еще я нам же рассказывала блин не помню но в общем она не такая плохая она в принципе неплохая она просто строгая со своими закидонами но в общем такая интересная женщина вот так она с ней общалась в общем все нормально ну как нормально в общем немножко поменяла свое мнение о ней но тем не менее география это для нее что-то новое это прогноз погоды кто смотрел наши влоги тот понимает о чем я говорю то есть она там изучает и облака и всякую фигню общем такие вот дела вот а сегодняшняя тема нашего влога это будет тема как вы уже поняли из названия как автодилеры охотятся за ну скажем так за нашими деньгами слова наши я вкладываю смысл за деньгами автовладельцев за деньгами своих постоянных клиентов ну и в принципе прикольный поехал жук и фары модные и колеса модные у него покрышки вообще красавчик вот так в общем как это все происходит где-то наверное недельки две-три назад получили мы такое письмо нашего автодилера от конды в котором значит они пишут следующее но даже не так начну сначала расскажу как она выглядит короче письмо выглядит как полученный email от одного человека другому то есть от этого тому то и прочие дела в общем получатель типа тот менеджер с которым я чаще всего веду свои дела когда прихожу делаю appointment там на замену масла или еще что-то который как бы скажем ведет мою машину вот ну и значит ему там кто-то пишет типа оскар помнишь там типа у тебя есть такой-то вот сергей поплавский у него такая-то там машина и бла-бла-бла в общем у меня есть очень интересное предложение для него у меня есть два покупателя на его машину в связи с этим я готов предоставить ему хорошую цену за его машину помочь ему в покупке новой а если вдруг что-то там у нас не сложится то по крайней мере там учитывая что он такой классный чувак поменять ему масло бесплатно вот значит еще на этот email наклеен такой стикер желтый на вот этот вот после на которых пишут всякие записочки и на нем вкратце опять же для этого оскара и сложенной информации а оскар свое время как бы взял распечатал этот email и посылает его мне что мол смотри все по чесноку вот есть такое предложение классное давай типа замутим сделку но мы такие с мариной прочитали сразу так ну понятно что какая-то замануха и прочие дела но все равно интересно вот с одной стороны интересно с другой стороны как бы не первый день живем и понимаем и уже замену машины делали я такой сижу получается наша машина стоит немного больше 40 тысяч вот она в кредите выплачена за нее за два года где-то там ну половина я не могу точно сейчас сказать это все можно посмотреть но смысл не в этом как бы я за этим четко во первых не сравниваю там не слежу я плачу ровными платежами каждый месяц все ровно все гладко представляются цифры какие-то с точностью до тысяч не считаю там эти доллары потому что я ну короче ровно плачу не вперед не бегу платежи делаю чтоб не отставали в общем все нормально я знаю что половинка выплачена вот то есть я такой говорю ну все пускай типа нам половину отдают в облище и будем брать новую тачку или вернее скажем как бы так типа мы банку должны двадцатку они нам эту двадцатку закрывают мы ничего не должны все и берем новую машину но тут же возникает мысль они-то закроют двадцатку которую мы должны банку они нам они же нам ничего не дадут а та двадцатка которая уже банк ушла она-то получается растворяется в воздухе то есть как бы ты начинаешь новый дел новую покупку чистого листа и получается ровненько через два года ты теряешь двадцатку на своей машине вот поэтому сразу понятно что это такой вот облом небольшой такой хитрый развод от автодилера но мы такие еще посидели помещали типа ну понятно всем хочется новую машину и кого-то может это дело зацепить сразу вот но мы такие посидели марина перед а может нам все-таки это самое подумать типа да взять потому что наша машина но эксплуатируется в жестком режиме учитывая что я работаю на убери она гоняет туда-сюда постоянно малыш накатывается виде растут вот и как бы может быть и есть смысл говорит но тут есть другая фишка у нас машина с пожизненной гарантией то есть кто смотрел какие-то автомобильные наши влоги или другие предыдущие там где я говорил как обслуживал машину я уже говорил что когда мы брали эту машину была акция и honda давала значит на некоторые машины пожизненную гарантию что сюда входит значит сюда входит гарантия на двигатель сюда входит гарантия на коробку передач и сюда входит гарантия я не помню как они по-английски называются но в общем это по-русски говоря это шрусы так как у нас машина передняя ведущая то вот кто ездил на переднеприводных машинах он знает что есть такие шрусы и это я не знаю больное не больное место в общем когда у меня был volkswagen транспортер минске беларуси я столкнулся с такой проблемой что полетели эти шрусы вот замена их было достаточно дорогим удовольствием они как называют говорится в простонародье начинают хрустеть когда ты поворачиваешь и газуешь идет такой хрустом плаш подшипники ломаются или что ну в общем я не автомеханик но смысл понять то есть эта деталь в этой машине хорошо что закрыта вот и поэтому как бы получается что даже наматывая мили на нашей машине мы все равно как бы находимся под защитой под гарантией потому что есть вот это вот пожизненная гарантия причем по моему когда я спрашивал когда покупал машину я спрашивал того с кем мы оформляли по моему он сказал что машина будет даже продана с этой гарантией новому владельцу если она думаю себе продавать но это не столь важно смысл то в том получается что в нашей семье сейчас одна машина и нам рано или поздно не сегодня завтра как говорится марина сдаст на права и ей надо будет машины и поэтому нам все равно придется покупать машину покупка бушной машины ведет за собой определенные так сказать сможет привести к определенным проблемам но это в другом плоде мы можем поэтому скорее всего я думаю что план у нас такой когда мы будем когда маришка получит права скорее всего она пересядет на эту мне мы возьмем новую опять же с учетом работы вот потому что конечно видно что когда машина эксплуатируется вот так вот скажем в режиме такси видно как идет износ даже по салону и по прочим делам вот но мы посидели такие еще дальше помечтали типа я такой говорю а что если давай вот пойдем узнаем например пускай они нам дают на десятку больше чем банку мы должны типа двадцатку банку десятку нам мы тогда теряем только десятку может тогда есть смысл взять но только тоже чтоб с пожизненной гарантией вот ну понимая что это вообще мечты полная область фантастики в общем эту тему мы быстро закрыли но решили просто сходить поговорить как говорится за спрос не бьют убедиться в том что мы на правильном пути что мы рассуждаем правильно ну и как бы бесплатная замена масла это бесплатная замена масла это полтинник а я его трачу раз в месяц потому что получается я за месяц накатываю 45 тысяч миль и в общем то это как раз такое расстояние через которое и и пара пора менять масло поэтому я на хонду езжу как на работу как говорится месяц прошел я уже там стою меняю масло поэтому один полтинник бюджет сэкономить это почему бы и нет это святое вот ну и в общем мы положили это письмо на видное место чтобы так сказать не забыть про него не потерять исходить узнать ну и вот как вышло время пошли мы в салон там значит работает один мужчина который корнями скажем так уходит в армению я вот не помню он рассказывал либо он там родился и маленьким маленьким его сюда привезли либо он родился здесь и немножко немножко знает буквально привет пока вот но такой прикольный с ним весело разговаривать вообще наверное как со всеми армянами они любят и пошутить там и такие общительные мне нравится с ними общаться приходим его нету какой-то из менеджеров типа подошел а что вы ищете туда-сюда давайте машину продам я говорю не спасибо у нас машина есть мы можем вам ее продать посмеялись говорю у нас есть вот такое письмо посмотрел посмотрел ну и мы-то с акцентом разговариваем говорит а на каком языке вы говорите моему на русском он горит у отлично у нас есть специалист мы такие офигели удивились блин прикольно типа ну сколько ходим сюда ни разу не знали такого ничего не слышали и в общем-то знают что я на русском разговариваю на всегда общаюсь как сказать оригинальными носителями языка в общем не давали мне русского менеджера вот но тем не менее привели на мы по моему его зовут александр вот он такой немножко с акцентом разговаривает но все хорошо говорит я уже два с половиной года здесь работаю прикольно вот ну вот такое ему письмо даем говорим вот нам письмо прислали говорим понимаем что халявы не будет но тем не менее хотим обсудить этот вопрос узнать что за предложение что к чему почем какой хоккей с мячом он такой смотрит говорит о блин я типа не знаю первый раз его вижу но такое письмо вот но знаю что есть специальный типа компьютерный отдел он так и сказал компьютерный отдел который занимается вот этой вот сей вернее скажем так вот этим всем бумага творчеством и рассылает их вот таким вот клиентам постоянным и прочее прочее особенно тем у которых машина двух трех пяти скажем так летней недавности потому что после пяти лет уже им не так интересно брать эти машины к себе в салон они будут во первых хуже продаваться особенно если на них много миль накаталась если она типа пять лет грубо говоря там практически простояла у кого-то и кто-то за пять лет наездил там 50 тысяч миль то это нормально вот но если скажем я им прикачу свою за 5 через пять лет то им вообще не интересно будет на смотреть их счетчик этот вообще испугает вот ну говорит да давайте посмотрим говорит сколько стоит ваша машина что он за нее предложат а почему мы не пошли сразу напрямую к этому оскару потому что он ну просто он решает такие технические вопросы там он смотрит когда мне какое масло менять там коробка не коробка и прочее прочее то есть он чисто такой технический менеджера не по продажам и мы сразу шли к этому тони потому что я с ним решал покупку первой машины я и через него же опять мы сдавали свою первую honda в салон делали вот этот вот трейдин скажем так свое отдаешь новую получаешь поэтому и как там мы с ним уже такие ну понимаем друг друга разговаривали две машины оформляли в общем не было бы с ним просто и легко и интересно ну в общем суть не в этом значит как оцениваются машины есть два таких издания одно называется kelly blue book второе по которому он смотрел я не помню но они аналогичные и в общем смысл в том что ты берешь грубо говоря гоняешь в компьютер данные своей машины и на основе этого анализа эта система тебе выдает сколько твоя машина стоит сегодня на рынке и получается что вот такой дичи например как в беларуси у меня такая-то машина я хочу за нее столько-то здесь нету то есть здесь есть установленная цена на машину если вот она как сегодня нашим вот я буду за свою рассказывать наша машина двухлетняя пробег у нее под 100000 но не по слове если быть точным 84000 миль все это вводится вводится какой в ней пакет стоит там то то есть того то нету навигация не навигация там телевизор и шмелевизор и всякие вот и на основании этого программка выдает что наша машина сегодня стоит 18 с половиной где-то 21 с половиной тысячи ну то есть разбежка конечно есть там где-то у кого-то больше царапнута где-то у кого-то сиденье грязное то есть это уже программа не может оценить это уже надо смотреть досконально но то есть нашими характеристиками минимальная цена 18 с половиной тысяч максимальная 21 с половиной поэтому если я захочу свою машину неважно им продать или выставить где-то там на какой-то доске объявлений то есть покупатель прочитав о моей машине будет уже понимать завышенная цена или нет стоит со мной связываться или нет смотреть ехать или может я сильно и и высоко поставил его классное предложение типа низко оценил давай буду брать то есть вот такая ситуация трудно задрать цену на машину единственное если машина раритетная какая-нибудь то тогда программа может скажем так дать неадекватную цену и ты уже тогда сам а если у тебя рядовая машина такая которая используется в повседневной жизни и подходит по среднестатистические параметры то в общем переоценить или недооценить ее тяжелым ну тем не менее вот он поговорил и значит говорит следующее вот этот товарищ который пишет типа я не знаю его даже в глаза не видел но говорит если мы будем делать сделку то исходя из этого письма на пару тысяч больше получается если вот взять максимальную цену за вашу 21 500 но мы еще типа двушку сверху даем и что мы делаем мы говорит выплачиваем ваш кредит перед банком так как кредит грубо говоря сейчас двадцатка остается они двадцатку кидают в банк две тысячи они кидают нам на счет и типа да говорит выбирайте пожалуйста любую машину и начинаем новые кредит лизинг или что вы там хотите ну я говорю окей сколько стоит наша машина только в новом кузове так сказать свеженькая вот сегодня она стоит от тридцати восьми тысяч ну вот и они нам дают и вот пожалуйста начинай сначала как говорится то есть никаких плюшек бонусов особых нету то есть грубо говоря на ровном месте на двухлетней машине ты теряешь двадцатку что им за от этого за кайф так сказать но по моим рассуждениям я могу себе только предположить следующее салон должен работать у салона есть свои определенные интересы но у этого автодилера и понятно что у него есть интерес продавать больше новых и дорогих машин понятно что на дорогих и на новых машинах они больше зарабатывать то есть получается если они меня подталкивают к этому делу они мне могут впарить дорогую машину на ней они заработают видимо на ней они заработают намного больше чем вот это вот плюшечка в 2000 что они могут мне дать то что они смогут заработать на моей машине понятно что они в три дорога и я не продадут они не смогут ее продать сегодня за 30 тысяч потому что тот кто к ним придет покупать тоже будет адекватный человек и он будет понимать что в другом салоне он купит ее за те же 20 там максимум 25 тысяч ну блин если эта книга говорит 21 500 то я думаю даже за 25 никто покупать не станет вот единственное только если она совсем в идеальном состоянии без пробега там может быть может быть может кто-то купится но тут плюс какой что они как салон они дают гарантию они могут дать вот эту вот пожизненную гарантию ну то есть я не думаю что они потеряют на нашей машине то есть скорее всего даже если они ее продадут в ноль то они заработают с нас на новой машине и будут в шоколаде вот получается скажем так вот так вот работает бизнес ну как я вижу то есть они не сидят на месте и не ждут пока к ним кто-то придет и купит машину а тихонечко так слышишь давай уже иди покупай машина новый и ты уже на свои два года ездишь уже пора на выбрать ну вот как то так наверное вот но в то же время видите мы конечно сказали да спасибо хорошо что вы потратили на нас время рассказали нам то что мы знали но как говорится хотелось бы и масло поменять он говорит блин я горит просто машины продаю это говорит не ко мне вот ну и все мы подошли с этим вопросом к моему этому менеджеру оскар он посмотрел все какие проблемы горит да когда тебе масло горит хочешь сегодня поменяем хочешь завтра верю не у меня по графику говорю ты знаешь говорю я каждый месяц приезжал горит а горит в любой момент когда приедешь просто отдаешь мне это письмо и мы тебе делаем ну и все и я поехал и сделал эту замену масла без всяких проблем то есть не поменяли масло как обычно посмотрели все жидкости что они еще делают проверяют тормоза смотрят какие колодки высота колодок протектор замеряют на шинах машина меня тоже на гарантии это в отдельных блогах вы могли это видите знать вот то есть все прочекали все бесплатно всем спасибо все свободны как говорится вот что еще мне этот рассказал менеджер интересная говорит ну вы же понимаете халявы не бывает но говорит вот на сегодняшний момент я вам говорит могу предложить очень хорошее сделать предложение если вы хотите купить honda серви которая там в максимальной комплектации значит машина семнадцатого года двухлетняя но она новая на ней 18 тысяч 18 миль пробег всего то есть на ней там совались по салону может кто-то на обед выезжал из менеджеров тест-драйвы делали вот она абсолютно новенькая значит ее максимальная цена по-моему он она в максимальной комплектации там есть все что может быть фонда серви вот он сказал что ее максимальная цена была тогда 32 тысячи по моему но сегодня он готов и нет 28 но сегодня он готов ее отдать за 24 то есть скидка 4000 долларов и говорит даже если будете брать там будут возможно еще какие-то дополнительные плюшки типа пожизненной гарантии какого-то сервиса и горит возможно это будет не четыре тысячи а шесть скидка то есть в принципе очень хорошее предложение если скажем довести скидку до шести тысяч и машина которая стоит 28 тысяч новая с 18 милями пробега почему ее не взять на 6 тысяч дешевле получается она отличается от honda сервис 19 года дисками она отличается задними и передними фонарями фарами фарами вот по салону да по салону она тоже будет отличаться у нее в салоне будет стоять так вот как у меня небольшой монитор у нее там он меньше у нее у меня получается где-то 11 дюймов наверное у нее наверное 7 дюймов но такой маленький совсем но тем не менее у нее есть задняя камера заднего вида то есть он все там будет показывать все что надо вот а уже в хонде восемнадцатого девятнадцатого года у них уже такая стоит ну панелька это типа жидкокристаллическая пальцем тыканая скажем так где можно все пальчиком тыкать и выбирать по модненькому вот то есть получается как бы с одной стороны автодилеры охотятся за нашими денежками но с другой стороны если быть таким вот прошаренным там подсматривать какие-то хорошие дел и говоря американским языком интересное предложение то можно вот так вот словить какую-то интересную машину ну то есть вот если вам не принципиально взять новую машину в девятнадцатом году девятнадцатого года или семнадцатого то вполне можно сэкономить нормальные деньги вот а если так скажем взять ну вот эти вот четыре шесть тысяч это получается практически год платежей вот такое вот предложение то есть получается то есть с одной стороны они дарят масло с другой стороны они им надо избавиться от этой машины они дарят себе очень хорошую скидку вот понятно что машины у них зависают от них надо как-то избавляться ну а то что он говорил что типа вот у меня есть два человека которые хотят эту машину купить там прямо чуть ли не аукцион у них и драка за эту машину вы можете туда прийти с любой другой машина и сдать ее под программе трейдин и взять себе хонду они ее возьмут конечно возможно они если вы туда привезете шевроле они возможно дадут вам чуть чуть меньше чем на шевроле а возможно и нет потому что ну просто им конечно у себя то лучше хонды продавать но тем не менее они заинтересованы продать вам новую свою машину и поэтому заберут у вас любой как говорится ну не совсем уже автохлам но то что можно от чего-то то чего можно более-менее избавиться они у вас возьмут потому что вот когда я брал первую машину мы им отдали свою хонду минивэн 2006 года в общем им она была абсолютно не интересно вот я думаю что скорее всего они или перепродали там или переменяли на какие-то в общем свои зачеты какой-нибудь маленькой дилерской у которой я ее и покупал а так конечно если вот пройтись по автосалону то у них очень много стоит машин двух-трех годовалых с низким пробегом в очень хорошем состоянии и они их пытаются продать потому что их продавать надо они же сдают их дают в лес вот например три года человек отъездил возвращает ее назад все и салон ее по новой продает поэтому в общем с бушными машинами у них тоже все в порядке это просто вот так вот было написано в письме как замануха типа чтобы человек подумал вот блин новая машина пойду-ка я быстренько поменяю вот так вот это все интересно и происходит что я еще узнал значит вот это вот honda минивэн которая приходит 19 вернее 20 года уже сейчас буквально его в конце этого месяца либо через месяц начнут продаваться машины из 20 года скажем модельного ряда 20 года вот я говорю что там но в этом одиссея будет он говорит ничего нового кузов остался такой же как и в прошлом году получается кузов поменялся после семнадцатого года вот та которая в семнадцатом году моя машина семнадцатого года у нас один кузов в восемнадцатом году появился новый кузов тоже у них убрали один монитор у нас два монитора у них появился один этот жидкокристаллический не знаю мне как там больше нравится с двумя мониторами и мне не нравится этот жидкокристаллический то что мне вот тыкать пальцем постоянно на нем остаются пальцы постоянно натирать его мне как-то больше нравится наши кнопочки и говорит да ничего не поменялось и по-моему даже в двадцать первом году он сказал она будет еще в том же кузове а вот уже 22 неважно там короче 21 22 год поменяются немножко линии но говорит гибрида не будет гибриды к нам в америку не завозит пока honda именно минивены там они у них уже ходят там в японии там и в других странах в америку их пока почему-то не везут вот в америке у нас можно взять только honda полностью электрическую она стоит но это будет вот такой седанчик типа toyota prius а toyota prius больше на хэтчбэк похоже наверное по моему сказать можно так honda это я не помню как она называется она больше на седан похоже стоит она тоже что-то там порядка тридцати четырех тысяч в общем цена конечно у нее великовато но она полностью электрическая надо все время заряжать и опять же мне кажется лучше иметь гибрид который ты можешь подъехать быстренько бензинчика капнуть нежели стоять и ждать пока на и электричеством зарядиться у каждого свои интересы как говорится у каждого свои предпочтения кто-то хочет полностью электрическую не хочет с другой стороны tesla 35 тысяч стоит поэтому мне кажется уже если полностью брать электрическую то может лучше в сторону tesla посмотреть потому что цена у них по-моему практически одинаковая но tesla конечно выглядит гораздо более интересно чем honda в следующем автомобильном влоге я вам расскажу какую машину выгодно покупать в америке очень много таких вопросов задают какую выгодно взять для убера какую выгодно взять вот как первую машину когда только приехал где покупать чего покупать на эти вопросы я поотвечаю вам следующем влоге ну а тут вроде бы все в общем honda не смогла поохотиться на наши деньги мы решили двадцатку сэкономить не вкидывать ее в новую машину хотя кататься на новой машине приятно но если взять по меркам беларуси двухлетний минивэн от honda блин это вообще не старая машина вот поэтому все как говорится познается в сравнении и хорошо конечно если ты можешь менять машину каждый год но неплохо если у тебя есть хорошая неплохая машина которую ты знаешь которая хорошо едет и прочие дела да и что самое интересное что 7 на сегодняшний день у нашего автодилера все машины идут с пожизненные гарантии поэтому в общем этим они очень сильно покупают если сказать так вот киа киа и хундай дают очень хорошие гарантии тоже сейчас они дают гарантию на 10 лет там тоже они борются между собой и хотят так сказать побольше захватить рынок среди брендовых машин ну потому что киа и хундай они в америке тоже так себе ну я не могу сказать что они там ценятся или не ценятся их очень много ездит и у них очень классные модели вот на некоторые смотришь они так красиво копируют европейцев что мама не горюй и европейцев и американцев у них начинки классные у них кузова классные красивые у них диски красивые и они в общем то вот этой вот гарантии тоже своей десятилетней тоже мама не горюй набирают себе клиентов ну вот honda пошла дальше она дает пожизненную гарантию вот причем это гарантия идет не от самой honda от нашего дилера то есть если поехать к другому дилеру возможно вы эту же машину не сможете купить с пожизненной гарантии то есть тут надо уже смотреть и узнавать вот вот такие вот дела так что всем спасибо кто посмотрел этот влог если кому-то что-то интересно в области машина или ракетостроение задавайте вопросы чего знаю расскажу вот а вы были на канале наша жизнь в америке не life is my life у меня впереди уже вот там вот виднеется океан что-то небо над ним какое-то серовато не знаю будут волны сегодня не будут но об этом вы уже узнали из инстаграма а кто не узнал подписывайтесь чтобы быть в курсе свежих новостей или видеть какие-то интересные маленькие короткие видосики которые я снимаю на улице вот например то видео которое вы видели про поршик когда мы гуляли по как гуляли мы ходили ходили там по магазинчикам что-то смотрели детям карнавальные костюмы на хэллоуин искали и увидели на плазе стоял такой маленький красненький поршик старенький вот видео отдельное про него не снимешь а показать и поделиться вот такой красотой и лепотой хочется поэтому это видео уходит в инстаграм поэтому подписывайтесь оттуда сможете увидеть что-то узнать интересное то что не попадает видос а может вы сейчас смотрите это видео но уже было вставлено где-то если я послал игорю или андрею в общем подписывайтесь и на инстаграм и на канал смотрите получаете удовольствие задавайте вопросы а вы были на канале наша жизнь в америке new life is my life и увидимся в интернете bye bye